Девка по саду ходила, да по зеленому да гуляла. Ой-ли-оли, 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 да ой-ли-оли. По зеленому да гуляла, с ноги на ногу ступала. Ой-ли-оли, ой-ли-оли. Все-таки недаром русские женщины ассоциируются у канадцев с красотой. Вот и на официальном уровне страны уже во второй раз с самой красивой девушкой признана наша соотечественница. В 2005 году королевой красоты была Наталья Глебова. И вот теперь титул перешел к Инге Ская. Она победительница конкурса красоты, который проходил в Монреале Miss Universe Canada 2007. Инга Ская, возраст 21 год, рост 180 см, происхождение, родилась в Москве, приехала в Канаду в возрасте 2 лет, самая младшая в семье, состоящая из мамы и 4 дочек, образование, 15 лет школы балета, диплом Royal Conservatory of Music по классу вокала, учится в университете Райерсон на факультете социологии и психологии. Достижение. В 2006 году третье место в конкурсе красоты ежегодного русского фестиваля «Матрешка». Характер. Легкий. Легко идет на контакт, легко воспринимает юмор, легко усваивает все новое, легко успевает на встречи и мероприятия, легко побеждает во всех конкурсах. Несмотря на то, что приехала в Канаду в столь нежном возрасте, легко разговаривает по-русски. Инга, твой русский язык для меня действительно сюрприз. Ты приехала сюда, когда тебе было только 2 года, так что возможности научиться говорить по-русски в России у тебя точно не было. Я здесь выросла, но я все равно себя считаю русской канадкой. И я дома стараюсь говорить по-русски. Когда я была младше, бабушка всегда только по-русски дома, только по-русски всегда мне говорила. Потом, когда я стала старше, я сама хотела говорить по-русски дома, потому что сама не хотела забывать язык. И для меня это очень важно. Бабушка с дедушкой говорят по-русски, и мама, и... Я тоже хотела общаться по-русски со всеми. Знаю, что ты занималась балетом, музыкой. Да, русским классическим балетом, 15 лет. Работала как хореограф для маленьких детей в лагере. В детстве ты занималась музыкой? Пением, да. И как бы в будущем я хочу еще с этим заниматься побольше чуть-чуть. Инга, расскажи, пожалуйста, немножко о своей семье. Вот какого возраста у тебя сестры? Самые старшие 32, потом у нас 24, потом 23. Вы живете все вместе? Я сейчас живу только с одной, которой 23 лет, и все остальные по своим сторонам. Они очень рады, что я выиграла, и они очень поддерживают меня. С Мисс Мира Наташей Глебовой ты знакома? Да, да, конечно. Мы через вот этот конкурс, мы с ней подружились, и она очень занятый человек, очень хороший человек, очень умная девочка и я. Вы знаете, я ее только встретила потом, когда я выиграла. Но сейчас, поскольку я буду идти в Мисс Юниверс, и она там была, я буду ей звонить, и может быть, она мне какие-то советы может дать. Инга, ты знаешь, что в конкурсе Канады в финале принимали участие другие русские девочки? Там были, да? И вы знаете, я не совсем, у меня не было времени со всеми 58 девочек. Этот конкурс красоты уже не первый в твоей жизни? Матрюшка дала мне большой опыт. Я много научилась, много чего научилась там, я никогда не была в каком-то конкурсе такого рода. Так как, когда я пришла сюда, у меня уже было какие-то знания. Ходить, говорить, уметь самоуверенность. Это был очень хороший конкурс для меня. Ты такая красивая, наверное, с детства мечтала быть моделью. Я никогда, я не, я никогда не, у меня не было такого точного, у меня не было такой идеи, что вот я хочу быть моделью. И, ну, когда я выросла, и мне посоветовали, и сказали, что у меня есть данные для этого, я решила попробовать, и теперь я здесь, и я очень рада. Мама, наверное, за тебя тоже очень рада. Представляю, как она за тебя переживала. Мама, конечно, мама для меня все. Она меня поддерживает сто процентов. Она очень умный, добрый, сильный человек. Для меня моя мама, я научила все, что это значит для меня быть женщиной. Поразительно, она растила тебя и еще трех твоих сестер. А кто она по профессии? Она художник. Она работала в Малом театре в России. И мой дедушка художник тоже. Она очень талантливый художник. И я очень одобряю ее работу. Ты сама рисуешь? Чуть-чуть, но я недостаточно по их стандартам. Да. Да. Продолжение следует...